Меня зовут Александр Шилинг и в данном видео я хотел бы показать вам, как работать с локальным сервером Denver. Я предполагаю, вы уже зашли на сайт Denver.ru и скачали актуальный дистрибутив, установили его, и у вас на рабочем столе должно появиться три иконки для запуска, остановки и перезапуска Denver. А также появится новый локальный диск Z. Если он не появился, то просто перезапустите Windows. Перейдя на этот диск, вы увидите вот эти вот папки. Нас интересует папка именно Home. Заходим в неё, создаём новый сайт. Допустим, я назвал свой сайт Demo, и внутри данной папки необходимо также создать ещё одну подпапку с названием 3W. и уже внутри данной папки вы помещаете ваш сайт. Если кодировка вашего сайта отличается от кодировки Windows 1251, то дополнительно вам нужно создать файл .htaccess и в него поместить вот такое вот содержание. Иначе Denver будет пытаться открыть ваш сайт в кодировке Windows 1251, и если, допустим, ваш сайт сохранён в кодировке UTF-8 и использует кодировку UTF-8, то он будет отображаться неправильно. Итак, я создал демо-сайт, создал вот этот файл .htaccess, поместил в него содержание вот это, вот это содержание, и запускаю Denver. Здесь мы видим запуск Denver, запускаются отдельные службы. Как только данные окошки исчезнут, то мы сможем уже запустить именно наш сайт и посмотреть, всё ли правильно работает. Вспомним ещё раз, что мы создали внутри папки home папку demo, то есть именно данное название нам нужно будет вводить в веб-обозревателе. Откроем веб-обозреватель, и здесь уже введём название нашего сайта, то есть демо, и на конце рекомендую поставить слэш, чтобы он открывал именно локальный сайт, а не сайт из интернета. Как мы видим, всё работает, он открыл именно наш сайт, который я поместил в папку demo. Мы можем в этом убедиться. То есть вот содержание данного сайта, и именно вот этот PHP код он выполнил и вернул нам. То есть подведу итоги. У нас после установки появился новый локальный диск z, внутри папка home, и внутри данной папки нам нужно создать новую папку с названием нашего сайта. Допустим, я назвал сайт demo, и внутри данной папки необходимо создать папку с именем 3w, и именно в эту папку уже нужно будет помещать содержание вашего сайта. Если кодировка сайта отличается от кодировки Windows 1251, то дополнительно нужно создать файл с именем .htaccess, и уже внутрь данного файла поместить вот такое содержание, сохранить, и потом запустить Denver. После этого перейти, здесь ввести название папки, и в конце рекомендую поставить слэш, и вы зайдёте уже на ваш сайт. После завершения работы, то есть когда вы всё сделали, и уже не хотите дальше использовать Denver, то есть завершить работу, нажимаете здесь на стоп, чтобы освободить память компьютера. все сервисы Denver останавливаются. Мы видим, останавливается Apache, останавливается MySQL, и на этом, в принципе, локальный сервер выключен. Надеюсь, всё понятно. Если будут вопросы, пишите в комментарии. и также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok